День города. В студии Кристина Бочкарева. Здравствуйте! Главные темы дня. В преддверии сезона. В Росгвардии напомнили о правилах охоты. Улучшить жизнь. В соцфонде рассказали, на что можно потратить мат-капитал. Интеллект с кулаками. Рязанские спортсмены занимаются шах-боксом. Спонсор выпуска ООО «Рязань Медтехника». Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании. С использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечники завода «ФХ Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72-2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. Подрядчик заплатит 163 млн. рублей за плохой ремонт Солочинского моста. Такое решение вынес арбитражный суд Центрального округа по касационной жалобе. Соответствующая информация размещена в картотеке дела. Напомним, судебный процесс начали еще в 2019-м. Тогда подрядчик потребовал задолженность по работам на мосту. На тот момент они были не оплачены. В свою очередь, дирекция дорог Рязанской области подала встречный иск. В нем было заявлено, что мост приемку не прошел, и недостатки, неровности покрытия надо устранить. А первая экспертиза определила, что недостатки эти устранить невозможно. В ноябре 2023-го арбитражный суд вынес решение в пользу дирекции дорог. Подрядчик решение обжаловал. Дирекция подала касационную жалобу. И как итог решения суда, первая инстанция оставлена в силе. С 17 августа стартует осенняя охота. В преддверии сотрудники управления Росгвардии по Рязанской области напоминают о необходимости соблюдения правил охоты. Для пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и условия проведения охоты, а также правила хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, в Управлении Росгвардии по Рязанской области запланировано проведение профилактических мероприятий. Сотрудники подразделения лицензионной разрешительной работы напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Охотничье оружие должно привозиться в чехле, в разряженном состоянии, отдельно от патронов. Нарушители, к сожалению, встречаются каждый сезон. Скажем, за период проведения профилактического мероприятия весенней охоты к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, было привлечено 32 владельца оружия, изъята одна единица оружия. Поэтому сотрудники Росгвардии напоминают. В период проведения охоты запрещается использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения, что влечет за собой ответственность в виде административного штрафа до 5000 рублей и конфискацию оружия. Применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, оставлять оружие патронным без присмотра, передавать их другим лицам, применять оружие при плохой видимости, открывать огонь по дичи вблизи электропроводов и открывать огонь по информационным знакам. Санкции за нарушения разные от денежного штрафа и протокола за административное право нарушения до изъятия оружия. О том, что в августе начинается сезон грибов, знают все любители. Нужно при этом соблюдать ряд правил, чтобы не заблудиться в лесу. О чем необходимо помнить каждому, рассказали в МЧС. Сейчас на территории Рязанской области действует особый противопожарный режим и ходить в лес нельзя. Но всегда есть те, кто не обращает внимания на запреты. Особенно теперь, когда началась пора сбора грибов. В процессе тихой охоты заядлые грибники порой так увлекаются, что оказываются в самой глубине леса. В азарте не помня, как там оказались. Вроде были неподалеку от дороги, а уже вокруг стена леса. По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС по Рязанской области, с начала этого года заблудились уже 8 человек. Чтобы такого не произошло с вами, нужно заранее правильно подготовиться. Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться своих близких, необходимо сообщить им, куда именно вы отправляетесь. Рекомендуем перед походом в лес пополнить баланс своего сотового телефона и проверить заряд батареи. Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас еды и воды. Тем, кто постоянно использует лекарства, а это прежде всего касается пожилых людей, необходимо иметь при себе медикаменты. Одевайтесь ярко, потому что в камуфляже вас не найдут из трех метров. Чтобы не заблудиться, МЧС рекомендует выбирать для сбора грибов только знакомые места. А во время прогулки обращать внимание на то, что может стать ориентиром – реки, озера, небольшие деревья или камни. По ним будет проще вернуться к началу пути. Если все же пришло понимание, что заблудились, главное не паниковать. Остановитесь и вспомните, откуда вы пришли. Не слышно ли звуков, криков, лай собак. Выйти к людям помогают различные звуки – работающий трактор или проходящий поезд. Если вы знаете, что вас точно будут искать, постарайтесь оставаться на месте. Если ищете дорогу сами, старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Еще один важный пункт. Если вы заблудились вечером, когда стемнело, не стоит пробовать выбраться самому. В темноте можно упасть в яму или угодить в воду и получить травму. МЧС напоминает, соблюдая простые правила, можно избежать неприятных последствий. Анастасия Арн, телекомпания «Город». Обведение материнского капитала было объявлено президентом России Владимиром Путиным 10 мая 2006-го. В 2007-м были первые выплаты – 250 тысяч на второго ребенка. А с 2020 года мат-капитал стали выплачивать и за рождение первенца. Притом деньги от государства можно потратить несколькими способами. Чаще всего рязанцы тратят мат-капитал на улучшение жилищных условий. Такой статистикой поделились в региональном соцфонде. Так, с начала года 2593 семьи улучшили жилищные условия за счет мат-капитала. На эти цели направили больше полутора миллиардов рублей. Если речь идет о купле-продаже жилья или индивидуальном строительстве без кредитования, то распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. А с использованием кредитов и займов использовать средства материнского капитала на жилье можно в любое время после рождения ребенка. На мат-капитал можно как купить готовое жилое помещение, так и построить все самому или реконструировать. Однако ремонт в этот перечень не входит. Важным условием жилье должно быть на территории страны и пригодным для проживания. Рязанцы могут направить материнский капитал на образование детей, на увеличение будущей пенсии мамы, на получение ежемесячной выплаты и на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Мат-капитал на улучшение жилищных условий потратили около 9 миллионов семей по всей России. Это статистика за все года. Второе место – потратить деньги на образование ребенка. Притом оплатить обучение можно в образовательных учреждениях любого уровня, от детского сада до вуза. И даже покрыть расходы на предоставленное общежитие. Есть только одно условие – ребенок должен быть не старше 25, хотя бы на начало обучения. И, как водится, организация должна находиться на территории страны и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. При этом мат-капитал на образование потратило почти 2 миллиона российских семей. А замыкает топ-3 способ, так сказать, разбить мат-капитал на ежемесячные выплаты. Так поступило чуть больше миллиона семей. Август не радовал рязанцев жаркими днями. Дожди, ветер и прохлада, особенно ночная, уже напоминали о грядущей осени. А вот вторая половина месяца на прощание подарит теплые дни. Август в России традиционно тяжелый с точки зрения климатической обстановки месяц. В это время года температурный фон, как правило, достигает своего пика. Последние два года август был очень горячим. Так, в 2023 он оказался самым теплым в России с 1891 года. Многие ожидали, что в 2024 году будет нечто похожее. Однако те, кто с тревогой ждал на финише лета продолжение изнуряющей июльской жары, вздохнули с облегчением. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в августе 2024 на большей части страны средняя температура воздуха не будет заметно выше климатической нормы. При этом метеорологи предупреждают, что конец календарного лета 2024 запомнится надолго. Русскую равнину ждут перепады атмосферного давления, температурные качели, ливни, грозы, молнии, град и порывистый ветер. Настоящим испытанием для жителей Центрального федерального округа станут частые скачки атмосферного давления, которые могут оказать крайне негативное влияние на здоровье не только пожилых и метеозависимых граждан, страдающих различными недугами, но и на самочувствие вполне здоровых молодых людей. За последние годы в мире появилось немало необычных видов спорта. Среди них есть и гибридные. Причем зачастую сочетание дисциплин не укладывается в голове обычного человека. Один из таких – это шах-бокс. Представители этого вида спорта есть и в нашем регионе. Наступай. Вон что у нас там, английское начало придумал. Я где-то посмотрел. Я буду использовать более твердую тактику. Первый раунд в этом гибридном виде спорта начинают с шахматной партии. Атмосфера поединка уже с первых секунд начинает накаляться, рассказывают шах-боксеры. Ведь каждый раунд длится лишь три минуты. Всего их, кстати, в партии пять. Победить можно нокаутом или матом. А еще набрав большее количество очков в боксерских поединках, чем соперник. Игра на шахматной доске сменяется рингом. И, как ни странно, ряд качеств, необходимых для победы, в таких разных видах спорта одинаков. Два вот этих спорта они гибридно друг друга дополняют. Скорее всего, самая основная его задача – это скорость принятия решения. Развивает вот это то, что сейчас по жизни надо в моменте решать правильное решение. Так же, как в шах-боксе. Когда ты там ходишь, либо в боксе там, да, на самом деле не хватает нокаутировать за раунд сил. Какой бы боксер ни был, какая бы разница, ну, условно ни была бы там, если она совсем не колоссальная. Так же, как в шахматах. Вот. И поэтому в общей концепции получается вот этот симбиоз принятия решений, скорее всего, правильного. Вот это выстроение плана и стратегии на бой. Александр Смирнов в смешанных единоборствах уже больше 20 лет. Впервые как шах-боксер выступил сравнительно недавно – 4 года назад. И сразу одержал победу на соревнованиях. Имея за плечами подготовку бойца ММА, спортсмен сначала делал упорно боксерские раунды. И лишь спустя время в хорошей степени освоил шахматные стратегии, необходимые для побед. Как боксер я захожу на доску. Вот. Я исполняю совсем неординарные, порой даже неадекватные ходы. Что в свою пользу иногда дают мне возможность ввести ступор оппонента. Потому что он не сталкивался с таким, грубо говоря, жертвой, как у Михаила Таля. Жертвой, может быть, ферзя, коней, более весомого качества, нежели пешка. Кстати, поставить мат пешкой тоже можно. Но здесь в шах-боксе раунд за доской считают успешным, если удалось на протяжении трех минут просто остаться в игре, сохранив короля. Именно поэтому среди шах-боксеров принято работать на максимум своих возможностей на ринге. Ведь одержать победу в партии за счет боксерских поединков для большинства спортсменов намного проще, поскольку в этот гибридный спорт приходят в основном из силовых, а не интеллектуальных дисциплин. Сначала было от бокса положено, да. Потом какое-то время начал нравиться тайский бокс, потом и Мэй пошло. Вот. И в итоге устоялся в боксе. Бокс больше был интересен. Вот. Сейчас и в шах-бокс перешел. Тоже очень интересный вид спорта. Ну, абсолютно новый. Это совсем другой вид спорта. Это даже близко не к боксу, там чуть другое. Ты подбираешь разную тактику, которая может в конечном итоге победить. И ты можешь просто убегать и потом в шахматы играть. А можешь, наоборот, можешь идти вперед и не играя в шахматы. Буквально на днях рязанская команда вернулась с международных соревнований в Йошкар-Оле. Там наши спортсмены показали блестящие результаты, забрав первые и вторые места. Кстати, помимо обычного шах-бокса есть и шах-бокс-фит. Эта версия подходит начинающим. Ведь здесь удары нужно наносить не по сопернику, а по боксерской груши. Кстати, сейчас Александр Смирнов со своей командой готовится уже к новым состязаниям. Чемпионат России пройдет в Челябинске уже в сентябре. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова